Шеф-повар, Максим Григорьев. Плетенка с орехами и шоколадом. Я уже представляла на сайте маковую плетенку. Это готовится по тому же принципу, но начинка у нее другая. В этот раз мне захотелось соединить молотые орехи, абрикосовый конфитюр и шоколад. Скажу без ложной скромности, что получилось изумительно вкусно. Плетенка вышла огромной и мягкой, как пух. Время приготовления – 30 минут. Ингредиенты – тесто. Ванилин 1 грамма. Дрожжи свежие 27 грамм. Масло подсолнечное рафинированное 30 мл. Масло сливочное 30 грамм. Молоко 200 мл. Мука пшеничная 450. 50 грамм. Сахар 4 столовые ложки. Сметана 1,5 столовых ложек. Соль 0,5 чайных ложек. Ингредиенты начинка. Ванилин 1 грамма. Дрожжи свежие 27 грамм. Масло подсолнечное рафинированное 30 мл. Масло сливочное 30 грамм. Молоко 200 мл. Мука пшеничная 450 г. Сахар 4 столовые ложки. Сметана 1,5 столовых ложек. Начинка. Соль 0,5 чайных ложек. Конфитюр абрикосовый 130 мл. Орехи грецкие 130 грамм. Сахар 1 столовая ложка. Шоколад темный 70 г. Шаг 1. Для приготовления плетенки возьмем муку, я взяла 450 грамм, но возможно, понадобится чуть больше, сливочное масло, растительное масло, теплое молоко, свежие дрожжи, сметана, сахар, соль, ванилин. Шаг 2. Свежие дрожжи развести в теплом молоке и добавить 1 чайную ложку сахара. Подождать, пока пойдет реакция. Шаг 3. Смешать в миске все жидкие составляющие, добавить разведенные дрожжи, сахар и соль. Шаг 4. Всыпать муку и ванилин. Лучше не сразу добавлять всю муку, а постепенно. Шаг 5. Замесить мягкое тесто, вымесить его на столе. Оно слегка липкое, но не прилипающее к рукам, очень приятное на ощупь и в работе. Оставить тесто в теплом месте для подъема примерно на 1 час. Обязательно его накрыть пленкой или полотенцем. Шаг 6. Пока подходит тесто, приготовим начинку. Для этого возьмем орехи грецкие, конфитюр подойдет любой, но лучше с цитрусовой ноткой, шоколад темный. Шаг 7. Орехи измельчить в блендере до крошки и соединить с конфитюром и сахаром. Вместо конфитюра можно взять мед, тогда сахар добавлять не нужно. Шаг 8. Поднявшееся тесто разделить на 5 равных частей и сформировать одинаковые колобочки. Шаг 9. Каждый колобок раскатать в длинный пласт. Шаг 10. Выложить ореховую начинку. Можно взять на свой вкус большее количество начинки. Шаг 11. Вдоль ореховой начинки насыпать шоколадную крошку. Завернуть край теста до середины, накрывая начинку. Шаг 12. Хорошо прижать и подвернуть концы. Затем свернуть рулетик и опять скрепить тесто защипом, как у вареников. Должно получиться 5 одинаковых рулетиков. Шаг 13. Прижать их у основания, соединив таким образом между собой. Подровнять, чтобы длина была одинаковой. Шаг 14. Начинаем плести с крайнего левого рулета. Пропустить его между всеми остальными, по принципу плетня. Второй ряд снова начинаем с крайнего левого рулета. Можно сделать такую плетенку, начиная плести с крайнего правого рулета. Это без разницы. Шаг 15. Все время берем крайний рулет и переплетаем его со всеми остальными. Шаг 16. Получается большая плетенка. Концы можно подвернуть внутрь. Поставить плетенку в теплое место для подъема, минут на 30. Это важно, иначе она может потрескаться в духовке. Шаг 17. Затем смазать ее желтком и поставить выпекаться в разогретую духовку. Температура духовки 170-180, время выпечки примерно 25-30 минут. Если будет сильно румянится, то накрыть верх фольгой. Шаг 18. Готовую плетенку полностью остудить, иначе срез ее будет смазан, как у меня. Я нарезала горячее, так как очень торопилась. Шаг 19. Можно ее не поливать глазурью, она и так хороша. Но я сделала глазурь из сахарной пудры и воды, регулируя нужную густоту по желанию. Приятного чаепития! Шеф-повар, Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.